Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал Алиэкспро Игра АФК Арена И в этом выпуске я расскажу вам о таком замечательнейшем событии, как Туманная Долина А именно, что же там есть такого интересного, на что стоит обратить внимание И, конечно же, какие награды стоит выбрать Итак, периодическое событие Туманная Долина длится несколько дней И осталось еще полмесяца, так сказать, для тех игроков, кто еще не успел что-то там дожать Додавить, продавить и получить награду В чем особенность? Короче, особенность заключается в том, что нам необходимо, во-первых, пройти главу 17 Для того, чтобы мы смогли получить первые три основных приза на выбор Как вы видите, здесь вот сундучки, алмазики и так далее Сейчас более подробнее посмотрим уже сам сундучок в деле То есть, каждые нечетные главы, когда мы проходим, открывается новая дополнительная награда Продвижение Поехали Ай, секундочку, секундочку Так, забыл вам еще показать, так сказать, дополнительные награды Вот дополнительные награды здесь действительно самый сок То есть, за обычное прохождение мы получаем сундуки пыльцы и сундуки опыта Причем сундуки пыльцы, в принципе, довольно-таки спорный приз А вот сундуки опыта действительно очень-очень мощная награда Это 6 сундуков, которые очень нужны нашим игрокам уже на главах, скажем так, 28 и выше Но насчет сундучков, кстати, тоже еще такой интересный момент Вот был вопрос Стоит ли их покупать, эти сундуки Просто в магазинчике За 192 кристалла Ну, здесь действительно вопрос такой интересный Вот давайте сейчас, кстати, зайдем В такой магазинчик И приобретем один сундук Ну, чтобы просто было понятно, что он дает 24 часа, покупаем этот сундук Вот, то есть, чтобы на практике прям вот Понять, что там, да, как Смотрите, сейчас идет 13 часов Здесь 7 лямов И еще 6 Ну, если было 12 часов, в принципе, я бы вышел Где-то на 12 лямов По опыту Теперь вскрываем один сундучок, который на 24 часа Он дает всего лишь 5 То есть, чтобы мне выйти на суточную норму Необходимо выкупить 4 сундука Чтобы я вышел просто как бы на суточную норму И в 2 раза быстрее, скажем так, стал бы получать опыт Нежели я имею этот прирост сейчас Поэтому, конечно же Покупать их не стоит К примеру, давайте вот зайдем в быструю награду Да, вот смотрите, использовать Есть еще 2 часа За 50 кристаллов Вот, мы получили За 50 кристаллов 2 ляма Да, согласен Потом как бы идет рост Вот, то есть, 80 и так далее Но даже при том, что Было за 50 То есть, мы получили больше, чем в одном сундуке Плюс там были дополнительные награды Могут иногда даже там и камни падать И все остальное Но довернемся к нашему событию Вот, насчет этих сундучков Да, сундучки тема хорошая Вот, их не хватает Именно сундучков с опытом И как раз здесь их можно получить В качестве основной награды То есть, за прохождение этапа Этапа Этапы желательно, конечно же, все пройти Иначе мы не получим основной сундук большой Поэтому, как их проходить Будет сейчас чуть-чуть попозже Вторая фишка Это вот серебряный сундук То есть, левая дверца Очень мощная То есть, на мой взгляд Даже самая сочная награда, которая здесь есть 20 сундуков 10 из которых будут содержать Элитных камней Камни элитных героев И 10 из них будут редких героев То есть, получается 12 тысяч 1200, точнее Героев синеньких Это 20 кормовых героев И 180 То есть, 3 элитных героя Можно получить в этом событии Очень-очень круто Напомню, что в магазинчике 18 тысяч эмблем стоит Один набор А здесь сразу 3 мы можем получить Исключительно из дополнительных наград И третья дополнительная награда Это Монеты по Или же такие жетончики Гостиницы Валюта гостиницы Здесь получается у нас 9 тысяч То есть, 3 полных набора Можем выкупить У нашего мастера Заказать Причем, вот смотрите Одна у меня не выполнена Ачивочка Почему? Сейчас давайте посмотрим Уже и более детально Обсудим уже Саму карту Есть здесь, значит Вот такой вот этапчик Этап 16 Проблема заключается в том Что требуется Специальный герой Да? А именно Эцио Аудиторы Проблема в том Что его сейчас Еще нельзя Обменять То есть, ресурсы На обмен уже У многих игроков есть Но обменять его Еще нельзя Пробный Период Да? Семидневный Закончился уже Давным-давно Вот, то есть Знал бы, что Он понадобится мне Конечно же Тогда бы и не тратил Этот пробный период Причем На дополнительном Аккаунте Запустил пробный период Хотел перекинуть В качестве наемника Не получилось То есть Вот эти пробные герои Они имеют Ограниченный Скажем так Экспекта применения Их нельзя использовать В качестве наемки Допустим Проблема была В этом Как она называлась В бездне Думал сейчас Как наставлю Этих героев Сразу Плюс два Мощных рейнджера Но нет Туда тоже Их взять Нельзя было Потому что Они были чисто На испытательном сроке Семидневном Поэтому вот Конкретно Этот этап Я пока не выполнил Ни у кого еще Из наших игроков Их нет То есть Есть Доначенные Юкио Но здесь Он конечно же Не катит Насчет Впечатлений Что да как В целом В этот раз Туманная долина Была гораздо Проще То есть Не было таких Прям сверх Замороченных Уровней Тот же Последний уровень К примеру Но вообще Ни о чем То есть Перебить Трех магов Как бы Никогда не было Никакой проблемы Вырубить Трех магов Ну пусть даже Там В начальное время Были ускоренные Вообще Без проблем Все как бы Ачивочки Выполнялись Запросов Практически Не было Один запрос Получал Как бы я там В принципе Выполнил его На пятнадцатом Этапе Но это может Какой то частный Случай Просто Как нужно было Выполнять Эти самые Дополнительные Ачивки И Какие награды Выбрать Сейчас я вам расскажу Что касается Дополнительных Вот ачивочек Да А именно Как мы уже Выяснили Второй Серебряный Ключ Наиболее Желанный Для наших Игроков Почему Потому что Нам дают Вот эти самые Камни героев Значится Небожители Демоны Или герои Из других Измерений В количестве Четыре Штуки Основная Пачка Конечно же Здесь Состояла Из вот Такого Вот Набора То есть Ставился Рован В центр Иногда Конечно В первый ряд Ставил его Но в основном Ставился Рован В центр И потом Уже Обрастал Дополнительными Персонажами Которые Нужны были Или чисто Фракционки Или же Допустим Остальные Персы Там Из разных Фракций Вот Ставил я Значит С нашего Арчи Ставил я Вот этих Вот усилителей Обязательно Кстати Возьмите Себе Ускорителей Какого Нибудь Игрока То есть У вашего Друга Там Или Из гильдии Обязательно Возьмите Потому что Они Вот Именно Конкретно Близнецы Здесь Буквально Незаменимы Ну да Согласен У меня Были Еще Вот На Коруру И был Еще Из Прокачанных Персонажей Это Конечно же Атали Вот Конкретно Такой Вот Пачкой Я И проходил Вот так Вот ставил Да Проходил Эту Главу Вообще Без Проблем Вот Если Прошлый Раз Там Еще Нужно Было Что-то Как-то Выдумывать Там Мухлевать То Здесь Без проблем Все Проходилось Что Касается Шмота С чем Были Проблемы Проблемы Были Конечно Ж В Недостаточном Уровне Снабжения Моих Героев То есть Пять Персонажей У меня Практически Заряжены На максимум Но Фракционочки Может Где-то Что-то Не добито На максимум То есть К примеру Здесь у Фокса Да Смотрите Фракционка С другого Перса Но в целом Как бы Да Пытался Выставить На максимум Помогло Еще Что Помогло Еще То Что Сейчас Ввели Апгрейд Артефактов И Теперь Мы Можем Ставить Очень Много Героев Подвязывать К одному И тому же Артефакту И Вот Здесь Кстати Еще Отклонимся Немножечко От темы Артефакт Ока Дары Поставил Его Также На Транков Почему Потому Что Он Дает Сопротивление Физике Да 10% Вот К примеру Возьмем Нашего Арчика Просто Мега Терминатор Смотрите 70 Снижает Процент Физического Урона Который Вы Получаете То есть На 70 Процентов Снижается Входящий Физический Урон И Когда Мы Имеем Дело Не с Магами А с Другими Бойцами Ловкачами То Вот Именно Конкретно Ставлю Этот Артефакт Если Дело Идет С Другими Бойцами В последнем Уровне Практически Все были Маги Там Можно Было Поставить К примеру И Пузыречек Кубок Энергии Дары Как то Так В целом Тема Хорошая Можно Закидывать Практически На всех Одинаковые Артефакты Исключение Пожалуй Рох Составляет Который Начинает Терять Свои Свойства С количеством Активных Игроков То есть В целом Пройти Все можно Если у вас Что то Вдруг Не получается То закидывайте Запрос На прохождение Уровня Помощь Но в таком Случае Вам пройдут Только Основную Ветку То есть Просто Победят Выполнят Держите Победу В битве Бронзовый Ключик Вот Остальные Тогда Уже Конечно же Выполнить Вы не сможете То есть Там Нужно Проходить Их Сам Итак Переходим К сундуку Что Выбирать Здесь Какие Награды Ставить В целом Можете Вот Прям Вот Выбирать Такой Наборчик Вот Он Наиболее Оптимальный Единственный Герой В моем случае Это был Конечно же Саурус Он у меня Чуть-чуть Не докачан Буквально Чуть-чуть Не хватает Чтоб Качнуть Его На макс Остальные Конечно Были еще Моменты Давайте Уже все Проговорим Золото Вообще Не берем Понятное Дело Но Оно и так Хорошо Фармится Пыльца Ее и так Хватает Можно покупать В магазинах Опыт Он нужен Действительно Всегда Практически Особенно На высоких Главах Его не хватает То есть Увеличиваем На 3 Или же Сокращаем На 4 То есть Так-так-так-так 4 Сундука Получается У нас 24 Часа Если перевести Здесь Здесь Кристалл Вот в прошлый раз Брал Да действительно Сглупил В этот раз Взял Все-таки Эмблемы Гильдии Почему? Потому что Действительно За 30 тысяч За 33 Там за 40 Уже Даже Т2 Можно взять Камень Гораздо Дешевле Чем К примеру Те же Кристаллы Тысяча Кристаллов Она и так В принципе В день Фармится Нефиг делать Даже на среднем Аккаунте На более Мощных Аках Фармятся Уже И до 3000 В день В зависимости От того Какие Вы задания Выполняете Выполняете Ли вы там Башни Часто Игроки Допустим Не проходят Башни А потом Давай-ка Попрохожу В этом Месяце Вот там Нормально Кристаллов Далее Здесь Фиолетовый Или корм Да Согласен Корм Это было бы Очень удобно Было бы хорошо Но фиолетовый герой Может попасться И уникальный Да То есть Возвышенного уровня Он стоит Как вы знаете Уже Гораздо дороже Чем корм Поэтому Здесь я взял Именно Такие Элиточки Здесь также Свитки Вообще Ну как бы Стремный вариант Брать А вот Что касается Монет По То Тысячу Но Так же В день Тысячу Фармим Нефиг делается Сюда Эмблемки Эмблемки Понятное дело Так же Можно Фиолетовые Золотые Купить За золото А вот Уже Красненькие Мы не купим За золото И вот Эти сундучки В чем разница Короче В первом Сундуке Это Камни Т1 Вот А во втором Камни Т2 Ну конечно же Камни Т2 Они дороже стоят И в целом Реже выпадают Так Здесь Такая же схема была Но и с героем Конечно же Да На выбор Предоставляется нам Очень много Разных героев То есть Выбирайте Кого хотите Тут Кому что Нужно Кому чего Не хватает Ну как я уже сказал Мне нужен будет Саурус Тридцать 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 Первый уровень Да Можно было бы Еще набить Десять дополнительных Эмблемок Но сейчас Кстати Вот Эмблемки Идут Так Собираем Давайте Да Чудо Награды Бабах Отлично Зачет Сейчас Эмблемки Вот можно получить Да Из дополнительного События Вот Как его здесь назвали Утраченные Сигелы Вот Шмалять будем Эти эмблемы Не перешмалять Максимум Можно выкупить Десять сундучков То есть Двести эмблем Очень Очень круто То есть Именно Нужно здесь Подфармиться Эмблемами Или же Подфармиться Кормом Кому чего Не хватает Конечно Ну и в моем случае Я буду брать Исключительно Эмблемки Ну что ж Друзья Надеюсь С путешествиями Вот чудесными У вас Все будет чудненько Все будет четенько Полный тип-топчик Ну а если Что-то вдруг Непонятно Там какие-то Вопросы возникают То вы знаете Что делать А именно Пишите в комментариях К этому видео Или же В нашу группу Вконтакте Ссылочка на группу Будет указана В прикрепленном Комментарии Ну что ж Пока-пока И до встречи В новых выпусках